Славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня мы встречаемся с Дариславом. Здравия Тедрислав! Здравия, Алексей! И поговорим мы в нашей небольшой передаче про образование, а вернее даже так, образование через сказочные образы. Вот, казалось бы, русские народные сказки и современное образование, и вообще образование, каким образом они между собой связаны? Как из этих образов можно для себя что-то полезное для жизни вынести, и как это полезное можно в жизни применять? Ну, мы начнем с того, что вообще наши предки подразумевали под словом образование, и уже из этого будем исходить. Хорошо. Само слово образование происходит от слова образ. И если взять современное обучение, скажем так, детей в школе, то оно состоит в основном из того, что детям преподносят информацию, они должны эту информацию запомнить, пропечатать в мозге. Наши предки к обучению, а вернее к образованию относились по-другому. Они давали детям образы, образы героических личностей, мифических героев. Они сами всегда являлись для своих детей примером для подражания, для того, чтобы дети могли взять их образ, для того, чтобы с него брать пример. И почему так относились? Потому что глубоко знали такие понятия, как подсознание, сознание, и все это происходило по одной схеме. Все мы прекрасно знаем, что в животном мире тоже есть передача опыта, то есть волчата учатся у волков, лисята у лис, у своих родителей. Но каким образом это происходит? Ведь у животных личность в нашем понимании находится в зачаточном состоянии. То есть каким образом лисята учатся охотиться? То есть они берут пример со своих родителей. У нас у животных, у млекопитающих, а человек отчасти тоже млекопитающий, и тело наше живет по тем же принципам и законам, что и в животном мире, точно так же подчинено инстинктам, у нас есть механизм запоминания. То есть когда подсознание фотографирует образ, помещает его вовнутрь, и соответственно этому образу происходит поведение личности. Таким вот образом и происходит обучение, образование. То есть дети похожи на своих родителей, ученики похожи на своих учителей. То есть образ учителя фотографирует подсознание, помещает вовнутрь, и он является своеобразной инструкцией для поведения. То есть как по лекалу подсознание выстраивает по этому образу поведение личности, поведение человека. Образование лежит в основе управления современным миром. Все вы прекрасно знаете, как действует реклама. Точно так же. То есть выбрасываются яркие образы, люди эти образы схватывают, даже сами того не подозревая, потому что сознание и подсознание действуют по разным законам. И об этом, конечно же, предки знали. И у нас есть два древних слова, которые означают как раз те самые механизмы. Слова по значению практически одинаковые, но совершенно разные по этимологии. Это слова восторг и восхищение. И если внимательно вслушаться в эти слова, то в первом случае вы услышите торг, то есть обмен. Во втором случае вы услышите хищение, восхищение, то есть воровство. Именно в момент восхищения я подсознание и фотографирует, схватывает образ. И дальше уже этот образ помещается вовнутрь и руководит поведением личности. Эта практика очень хорошо и наглядно описана в сказке «Конек-горбунок». Все вы прекрасно помните, как Иванушка и «Конек-горбунок» прискакали к морю-океану, возле берега которого плавал чудо-юдо-рыбокит. На нем жили люди, они пахали, растили на нем хлеб и огороды, и сады возделывали. Давай сейчас сразу я прочитаю эту выигрышку. «Подъезжая к океану, говори к каюнку Ивану. Ну, Иванушка, смотри, вот минутки через три мы приедем на поляну прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо-рыбокит. Десять лет уж он страдает, а доселе его не знает, чем прощение получить. Он учтет тебя просить, чтобы ты в солнцем вселении попросил ему прощения. Ты исполнить обещай, досмотришь, не забывай» и так далее. «Подъезжая к нему, поперек лежит чудо-юдо-рыбокит. Я тут немножко пропускаю. «Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты, на хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит, мужики на губе пашут, между глаз мальчишки пляшут, а в дубра между усов ищут девушки грибов». Ну и так далее. Вот смотрите, что с китом получилось. Теперь продолжай. Ну так ты продолжай. Почему с ним это произошло? Тут вторая часть, когда они поговорили. Вот он просит, когда говорит «Путь дорог, господа, вы откуда и куда? Мы, послы от царь-девицы, едем оба из столицы». Говорит «Киту, конек, к солнцу прямо на восток, бахаромы золотые. Так нельзя ли, отцы родные, вам у солнышка спросить, долго ли мне в опале быть? Из-за кое-прегрешения я терплю беды и мучения? Ладно, ладно, рыбокит, наш Иван ему кричит. Будь, отец, не милосердный. Вишь, как мучаешься я бедный. Десять лет уже как лежу. Я сам тебе сужу. А вот, когда он уже к солнцу попал, он там спрашивает, чего и так далее. Здесь повторяется, что он там лежит десять лет. И вот тут, наверное, надо найти просто слово «корабли» волшебное. «Он зато несет мучения, что безбожие веление проглотил среди морей три десятка кораблей. Если даст он им свободу, снимет Бог, с него невзгоду. Вмиг все раны заживит, долгим веком наградит». Вот такой ответ он получил там наверху и вернулся, разъяснил это киту уже. Да, вот, Алексей и все наши слушатели, дорогие друзья, вот и ответ на вопрос. То есть, кит не заметил и даже не представлял, что оказывается, мучением-то является именно проглотченные корабли. То есть, без Божьего веления он проглотил эти корабли, он даже не обратил внимания. Он внутри себя питался людьми, а люди снаружи, по закону божественного равновесия и баланса, если где-то убыло, то где-то прибыло, возвращал людям силу снаружи. Вот таким вот образом, дорогие друзья, появляются враги, появляется ненавистная работа, появляется все, что вы в своей жизни не терпите и все, что для вас неприятно, вы к этому привязаны. Именно таким образом. То есть, где-то, когда-то ваше подсознание украло образ и поместило его вовнутрь. То есть, в момент фотографирования образа подсознание начинает питаться этим образом, забирая у него энергию, для того, чтобы выстраивать поведение личности. И рано или поздно этот объект начинает требовать компенсацию. Вот связь между палачом и жертвой. Алексей, как ты считаешь, кто виновен в данной связи? Ты знаешь, мне кажется, бывают случаи, когда виновен и тот, и другой. Виновен часто бывает жертва, потому что он заслуживает палача. А палачу необходимо исполнить это. То есть, когда-то он где-то был жертвой, необходимо ему стать теперь палачом. Но здесь вариантов много. Но в частности, я думаю, что в первую очередь жертва, поскольку ему необходимо стать жертвой. Смотри, вот исходя из данной практики, я скажу так, подсознание жертвы схватывает сильный образ палача и начинает им питаться, таким образом привязываясь к палачу. А палач пытается выдернуть свой образ обратно. И, как ты знаешь, очень часто жертвы, вырастая, сами становятся палачами, причем еще более сильными и более злобными. И на эту тему есть сказка о том, как рыцарь боролся с драконом и сам впоследствии стал с драконом. Помнишь такую сказку? Мультфильм был такой. Да даже и фильм был, как убить дракона или как стать драконом. Мы то, чем мы питаемся. И мы становимся тем, чем питается наше подсознание. Поэтому жертва привязана к палачу именно таким образом. То есть, жертва даже не подозревает о том, что именно ее подсознание схватывает сильный образ палача и начинает им питаться. И тут еще очень важный момент. Душа никогда ничего не делает бесплатно. То есть, она никогда не делает без компенсации. Вы попробуйте кому-нибудь, кто вам ничем не платит, ни добром, ни радостью, ни какими-то услугами, делать долгое время что-то, на ваш взгляд, отдавать ему что-то. Ваша душа рано или поздно возмутится, не получая компенсации. Начинается искривление пространства и нарушение божественного закона компенсации. И ваша душа начинает это чувствовать. И вы не можете просто так сделать человеку что-то, что он у вас просит, не получив взамен компенсации. Так вот, жертва всегда прощает палачу его издевательств. Разве это может быть? Конечно, этого долго бы не продолжалось. Но подсознание жертвы получает постоянно компенсацию от палача. Но можно перейти к другим примерам. То есть, очень часто люди подвержены спонтанным покупкам. То есть, шел-шел, ни с того ни с сего, увидел вещь, пошел ее и потратил кучу денег незапланированных и купил. Почему? Особенно сейчас, когда в новогодние праздники, новогодняя шумиха, купите то, купите это, успейте это, успейте это. Да, это именно из-за этого. Потому что реклама и вообще власть имущие прекрасно знают этот закон. Особенно рекламщики и маркетологи. Они знают, что единожды заглотив образ вовнутрь, человек становится, как рыба на крючке, которая проглотила червячка вместе с крючком, и уже больше невольно сама себе, и не подчиняется своей воле, а подчиняется воле того, кто тянет леску и тянет крючок. Таким образом и работает реклама. Точно так же работают все политические силы. Вот что подразумевали предки под словом образование. В китайской традиции до сих пор сохранилось такое понятие, как сухари. Сухари – это три китайских хирурглифа, которые означают три действа. Су – это приход к учителю и захват его образа. Ха – это переваривание и трансформация. Ри – это отпускание образа и переход на новый уровень, либо на самостоятельное обучение, либо к другому учителю. Так вот, без захвата образа на самом деле образование или обучение не подразумевается. То есть невозможно узнать вкус яблока, не вкусив его. И здесь невозможно проникнуть знанием к учителю, не прикоснувшись к нему и не впустив его вовнутрь. Но проблема заключается в другом. Многие застревают в состоянии Ри. Многие не могут отпустить образ учителя, а учитель не может обтусить образ ученика. В итоге создаются так называемые кармические связи, о которых все знают, но мало кто понимает, что это такое. А это как раз вот эти образы, захваченные друг у друга. Именно они создают связи, которые людям приходится иногда на протяжении всей жизни. Они не могут их развязать. А практика-то отпускание образов вообще проста, элементарна. Если вы хотите избавиться от измучившего вас образа, объекта или субъекта, вы просто визуально представьте себе, что этот объект уходит от вас навсегда, и вы никогда его больше не увидите. И отпустите в душе, расслабьте, и представьте себе этот образ, и посмотрите, какие чувства в душе. Не мысли, а именно чувства, потому что образ-то захвачивается и помещается в матрицу души, именно в душу, в информационную составляющую. Именно оттуда его надо отпускать. Многие пытаются отпустить его головой, но голова здесь ни при чем. Голова не поможет. Мысленно вы можете отпустить, но нужно отпустить на уровне души, на уровне чувств. Только тогда будет результат. И когда вы начинаете отпускать, если образ захвачен, подсознание начинает волноваться. Это как у собаки кость отобрать. Оно начинает грустить, оно боится. Как же он без меня, или как я без него? Это стопроцентный захват образа с вашей стороны. И до тех пор, пока он будет у вас внутри, вы будете с ним связаны. И очень часто мы становимся тем, что мы едим. И захватив образ подсознания, очень часто коллеги трудятся вместе, и у них начинаются проблемы, начинаются ссоры, и они начинают друг друга ненавидеть. Это происходит именно из-за захвата образов. Семейные пары распадаются из-за этого. Родители и дети. Очень часто в советское время детей малых с трех месяцев отдавали в ясли, потому что декретный отпуск у мамы был всего три месяца. Ребенка до семи лет нельзя от матери отнимать, потому что ребенок, у него личность еще не сформирована, он живет инстинктами. А инстинкт говорит, что мать – это защитница и кормилица, и если я ее потеряю, я умру. И в момент отъема ребенка от матери, у него происходит следующее. На уровне подсознания он с такой силой и страхом захватывает материнский образ, и так глубоко подсознание его помещает, что в этот момент присутствует страх. Этот страх таким образом скомкивает материнский образ, что мать со временем начинает вырастать, ребенок вырастает, она его начинает просто ненавидеть и не может понять, почему она к своему ребенку так относится. А это происходит именно из-за того, что ребенок не может понять, почему мама его не любит, потому что подсознание ребенка забирает у матери очень много сил, и она не может понять, с чем это связано. Но как только ребенок, взрослый человек, и сколько раз ко мне обращались, отпускает материнский образ, а отпустить не может его, потому что боится, ему плохо без мамы, без материнского образа и так далее, как только он ее отпускает, у них выравниваются отношения. У них отношения становятся отличные, потому что больше никто, ничей образ не мнет, не ломает и не забирает сил. И эта практика, ее очень хорошо знали наши предки, поэтому носили рубахи, обереги, чтобы не позволять подсознанию захватывать друг друга образы. Потому что сглаз, это когда вы попадаете в чужой захват, когда у вас теряются способности, теряются желания трудиться, радоваться, душа тускнеет, когда у вас теряется здоровье, материальное добро, это когда вы попадаете в чужие захваты. И вся наша традиция объясняла это, показывала, и расшитые рубахи, и пояса, и обереги как раз не позволяли попадать в чужие образы. А не брать чужое, здесь тоже учили сказки. Приведи пример, Алексей, сказку про серого волка, Иван Царевич. Ты знаешь, сначала мне хотелось бы все-таки закончить про конька-горбунка. Когда он побывал у солнца у месяца, там все рассказал, спросил, выведал, то он возвращается к киту, к морю-океану. Тут конек на хвост взбегает, к перьям близко прилегает, и что мочи есть, кричит. Чудо-юдо-рыбокит, от того твои учения, что без божьего веления проглотил ты средь морей три десятка кораблей. Если дашь ты им свободу, снимет Бог с тебя невзгоду, вмиг все раны заживит, долгим веком наградит. И, окончив речь такую, закусил узду стальную, поднатужился, и вмиг на далекий берег прыг. Чудо-кит зашевелился, словно холм поворотился, начал море волновать, и из челюсти бросать корабли за кораблями, с парусами и грибцами. Тут поднялся шум такой, что проснулся царь морской. В пушки медные полили, в трубы кованы трубили, белый парус поднялся, флаг на маще развелся. Поп с причетом всеслужебным пел на палубе молебны, а грибцов веселый ряд грянул песню на подхват, как по моречку, по морю, по широкому раздолю, что по самый край земли выбегают корабли. Волны моря заклубились, корабли из глаз сокрылись. Чудо-юдо-рыбокит громким голосом кричит, рот широкий отворяя, плесом волны разбивая. Чем вам другию служить? Чем за службу наградить? Надаль раковин светистых, надаль рыбок золотистых, надаль крупных жемчугов. Все достать для вас готов. Здесь суть какая? С глаз сокрылись. То есть все ушли, он их освободил, он больше о них не думает, они больше у него в виду не находятся. И вот это как раз один из способов. Если уж ты с чем-то прощаешься, осознанно прощайся, не жалей о том, что что-то отпустил. Наверное, здесь смысл такой, да? Здесь получается, сначала подсознание, сначала идут негативные эмоции. То есть, когда начинаешь образ отпускать, начинает подсознание шевелиться, там возникают негативные образы. Вернее, чувства, не образы, а чувства. Сожаление, грусть, тоска, страх. Ты проходишь через это, как корабли, они же прошли море. То есть, проходишь через негативные эмоции. И когда у тебя на душе становится чисто и светло, спокойно. Дело в том, что нужно понимать, что любовь в потребительском понимании, это когда ты без чего-то не можешь. А в божественном, когда ты отпускаешь этот объект, и поток сил идет от тебя к нему. Поэтому, когда ты любишь объект, ты можешь любить его где угодно, хоть на другом конце галактики. Ты всегда, твоя любовь всегда его найдет. Твое чувство, ты только представишь его образ и пошлешь ему свою любовь. И она дойдет до него. А вот когда ты сам, твое подсознание этим образом питается, тогда ты без него жить не можешь. И вот когда ты у подсознания забираешь этот образ, представляешь, что больше никогда его не увидишь, сначала оно сопротивляется. Но когда ты его полностью отпускаешь, у тебя в душе возникает просто теплое чувство. И все. Теплое чувство. И ты знаешь, что этот объект, он будет с тобой до тех пор, пока он тебе нужен на сознательном уровне. А не на бессознательном. То есть, когда на бессознательном, тогда ты с ним связан, и ты раб его являешься. А как только ты его отпустил, вы с ним сотрудники. И вы будете вместе с ним до тех пор, пока нужны. Если не нужны, он уйдет. Если нужен, он останется с тобой. Вот это, в общем-то, и есть. Да, безоговорочная, божественная, та самая любовь, о которой очень часто говорят. И самое главное. Наши предки всегда и везде говорили, что за любую услугу должна быть компенсация, чтобы не попадать в чужой захват и не захватывать чужого. Поэтому Икит говорит, чем вас, други, наградить? Чем за службу отплатить? И это во всех наших сказках. Поэтому, когда говорят, что кто-то кому-то должен что-то делать бесплатно, друзья мои, в наших традициях такого не было. Всегда была служба, услуга, награда, но всегда был обмен, чтобы не было нарушения божественного закона баланса. То есть, благодарствование, отблагодарение, чем-то надо компенсировать добро, иначе ты будешь должником, а должники не очень хорошо живут на свете, и они к себе притягивают что-то другое. Ты же должен, с тебя это возьмут все равно. А возьмут тебя это через боль, через страдания, отнимут, может быть, лихаимцы какие-то появятся на дороге и так далее. Ты можешь превратиться в жертву. И вот тут выстраивается очень интересная такая связь. Ты пожадничал здесь, ты не отдал вовремя то, что нужно было отдать, сэкономил копеечку, а потерял рубль. Сэкономил рубль, потерял 100 рублей, сэкономил 100 рублей, ненадобром, потерял тысячу и так далее. Поэтому не создавайте взаимосвязи. Благодарите сразу. Если не рублем, так добрым делом, советом, мыслью, чем-то еще. Нет возможности вот это все, ну хотя бы кровью хлеба отломить, страждущему, но отблагодарить надо. Надо поделиться. В этом и заключается как раз, так сказать, мудрость жизни. Если ты отдаешь добро и отдаешь это с открытым сердцем, понимая, что это надо сделать. Вот как, к примеру, есть же такие понятия треба или жертвы богам. Вот ты же, когда это отдаешь, ты же не жалеешь о том, ой, ну я там вот отдаю, и мне так жалко. Но ничего из этого не будет. То же самое и в мир, то же самое и своим родственникам. И даже не родственникам. Надо отдавать, не жалея, что ты отдаешь. Вот только тогда будет очень хорошо. Иначе как в сказке про журавля. Есть такая интересная сказка про журавля. Не совсем она русская, хотя русские варианты слышал, но она больше известна как все-таки узбекская сказка. Когда бедный крестьянин увидел, что журавлю плохо, то он был там подбит, то ли ураган, то ли смерчего подбил. И он его взял к себе домой, излечил, дал попить ему, покушать. Журавль встал на ноги и подарил ему арбузное зернышко. Тот арбузное зернышко посадил, и вырос большой арбуз. Он решил этот арбуз разрезать и поделиться со своими близкими людьми. Разрезать. А он полный денег. Рядом жил богач, который управлял водой, который каждому давал за денежку воды для того, чтобы из-за рыка его брали воду и поливали. И в случае, если человек денежку не давал, то он перекрывал из своего рыка проход, и у того все сохло. В общем, эксплуатировал, как хотел. Спросил этот человек, откуда денег? Слышал. Да вот журавль, так и так помог. Он хорошо. Подкараулил этого журавля и палкой в него кинул. Перебил ему лапу или крыло, не помню что. В конечном итоге стал о нем заботиться, стал лечить. Журавль поднялся и говорит, ну, хорошо, на тебе, держи семечку, как ты и хотел, посади, и все. Вырос большой арбуз опять, привез, закрылся от всех. Тот крестьянин при всех делил, арбуз резал, а этот закрылся в доме, значит, закрылся ставни, окна и разрезал. А оттуда рой диких пчел вылетел. И, в общем, этого негодяя так изгрызли. Эти пчелы зажали до смерти. Вот такая сказка. То есть, сеешь добро, получаешь добро. Сеешь зло, через какие-то свои вожделения получаешь зло. Вот, казалось бы, не совсем наша сказка, но идеи заложены, правильные, на мой взгляд. Ну, я с тобой согласен. Единственное, я бы добавил, что все-таки у нас есть заповедь, каждая мера, каждое деяние своей мерой мирится. Вот. И тут тоже нужно учитывать нюансы, моменты, сколько ты получаешь и чем ты благодаришь. Вот. Совместимы ли эти два понятия. Это первое. Второе. Что касается треб предкам. Вот это вот очень важный момент и очень часто задают вопрос. А зачем вообще предкам давать требы? Они что там, голодны или богам? Какая цель? У нас в традиции было понятие, что на самом деле богам и предкам требы-то как таковые не нужны. У них там и так все, достаточно. Требы нужны нам в первую очередь. потому что мы, не получив, человек всегда является полным сосудом. Ничего не отдав, ты ничего не получаешь взамен. Соответственно, отдавая от своей души частицу божественным силам, по закону того же божественного баланса, где-то убыло, то где-то прибыло, мы получаем частицу божественной силы к себе вовнутрь. То есть предлагая предкам требу, мы взамен получаем их силу, благословление и способность созидать. Поэтому требы, они важны и им, и нам. И вот сказка, если вернуться к нашей теме образования, она очень наглядно показывает, как богачи очень часто захватывают образ золота, образ денег и привязываются, и становятся их рабами. И это рано или поздно приводит к их погибели. Поэтому, друзья мои, никогда не становитесь рабами ничего. Все, что вас начинает волновать, все, что вы не справляетесь, иногда бывает такое, что человек начинает себя, вы начинаете вести себя в присутствии кого-то неконтролируемо. То веселость чрезмерная, то какая-то грусть, то тоска. это говорит о том, что если чрезмерная веселость в присутствии какого-то человека, объекта или субъекта, происходит следующим механизмом. То есть, ваше подсознание, поглотив данный образ, получает так много силы, что не справляется с этой силой и идет в разнос. Иногда это происходит, когда вы получаете новую вещь, и вам, современным языком говоря, прет. То есть, вам хочется со всеми похвастаться, всем похвастать, рассказать, какая у вас там новая красивая машина или какая-то вещь, или вы там дом построили. То есть, это говорит, что вы не справляетесь с тем потоком силы, который получили. И раздаете образы добровольно налево и направо. А потом ваша машина попадает в аварию, ваша новая вещь рвется, телефон ломается или теряется и так далее. То есть, вы сами разбрасываетесь той силой. А что же нужно сделать, чтобы не разбрасываться, чтобы вас не перло? А вы отпустите образ данного объекта или субъекта, чтобы он у вас не находился внутри. Тогда ваше подсознание не будет импетаться и не будет чрезмерного выплеска силы. И вот если взять того же, например, из сказки бедняка, у него не было привязки к денег, к деньгам, он не был их рабом. И поэтому ему достались эти богатства, и он поделился с другими, и сам был счастлив. А богач, он был рабом денег, то есть, его подсознание захватило их, и он не мог побороть в себе вот эту вот черту, и не мог с этим справиться, пока не погиб. Да, еще же можно вспомнить знаменитый мультфильм «Золотая антилопа», где такой же несчастный был богач Раджа, который очень много хотел денег, но чем это закончилось? Казался он, в конечном итоге, в горе вот этих вот обломков, в которые превратилось золото, которое «Золотая антилопа» ему давала. Знаменитое наше высказание Александра Сергеевича Пушкина, там царь Кощей над золотом чахнет, чахнет, что означает? Вот как раз в этой же серии он раб вот этого материального, раб вот этого золота, которому мало-мало-мало, и он в конечном итоге отдает уже сам золото в свою жизнь, он уже отдает свои энергии, он чахнет, и отсюда он злой, потому что энергии не хватает, он же раб этого золота, он отдает, и вот он начинает всякие гадости делать, то какую-то королевишну захватит, то царство какое-то захватит, то еще что-нибудь отнимет и так далее, но не хватает у него силы, поэтому он и чахнет. А почему чахнет? Да потому что он уже сам раб денег. Итак, ты говорил про Иван-царевич и Серого Волка, вот давай теперь посмотрим сказку Иван-царевич и Серый Волк. Начинается она простенько, жил был царь Бериндей, у него было три сына, младше звали Иваном, и был у царя сад великолепный, росла в том саду яблоня с золотыми яблоками, и стал кто-то царь посещать, золотые яблоки воровать, царю жалко стал свой сад, посылает он туда караулы, никакие караулы не могут следить похитителя, и царь перестал есть и пить, в общем, затосковал, сыновья отца утешили, сказали, что сами будут его охранять. Ходили по очереди, ничего не нашли, потому что все засыпали, и в конечном итоге пошел третий сын, Иван, и всю ночь он не спал, в принципе, как в коньке-горбунке, та же самая история приблизительно, не заметил, что прилетает в его сад волшебный жар птица и клюет золотые яблоки. Иван-царевич тихонько подполз к яблони и поймал птицу за хвост. Жар птица встрепенулась и улетела, осталось у него в руке перо от хвоста. В конечном итоге к отцу все вернулось, он стал кушать и спать нормально, но теперь у него появилась идея как бы учить жар птицу, и он попросил сыновей отправиться, посмотреть мир, но заодно и узнать, а вдруг где жар птица есть. И вот так, иначе трое, они враженную сторону разошлись, и Иван-царевич попал в то место, где он лишился своего коня, а коня съел волк серый. У них происходит такой диалог, что Иван-царевич сидишь по Григорию не шесть, голову повесил. Да как же не печалься, серый волк, остался я и без доброго коня. Это я, Иван-царевич, твоего коня съел. Жалко мне тебя. Расскажи, зачем даль поехал. Ну и так далее. Расскажи про жар птицу, Иван-царевич узнает, что только на волке можно туда достичь, добраться вернее до этого царства, на коне никакого не доехать. И он, значит, Иван-царевича туда доставляет и говорит, «Слушай меня, Иван-царевич, запоминай, полезай через стену, не бойся, час удачный, все сторожа спят. Увидишь в тереме окошко, на окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит жар птица. Ты птицу возьми, за пазуху положи, да смотри клетки не трогай». Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем, на окошке стоит золотая клетка, в клетке сидит жар птица. Он птицу взял, за пазуху положил, Да засмотрелся на клетку Сердце его разгорелось Ах, какая золотая, драгоценная Как такую не взять? И забыл, что волк ему наказывал Только дотронулся до клетки Пошел по крепости Звук трубы затрубили Барабаны забили Сторожа пробудились Схватили Ивана Царевича И повели к царю Афрону Вот смотрите, что получилось Не послушал он доброго совета Хотя он может по нему понял Но золотая, драгоценная Клеточка-то Да, вот хороший пример из сказки И мы опять возвращаемся к психологии Потому что наши предки Знали очень хорошо Псих – это именно душа То есть душу умом понять невозможно Потому что это разные миры И разные оценки Душу можно почувствовать Ум можно понять умом И психоаналитики Потому и не могут никому помочь Потому что они пытаются душу Понять умом А это невозможно И соответственно У нас есть три канала Основных потреблений силы То есть это питание физическое Это питание эмоциональное Эмоции И питание интеллектуальное И вот ребенок Когда начинает постигать мир Он все берет на зуб Он все пробует Тянет в рот И не всегда это все Добро, как говорится Он туда тянет Но у него собирается база Что можно кушать Что нельзя Какие есть вкусы Какие холодно, горячо Солено, горько И так далее Когда человек вырастает И более-менее уже начинает Классифицировать Что есть можно, что нельзя Начинает учиться душа И первое время Душа захватывает тоже Все подряд И вот предки учили Бери в этом мире Только то, что тебе необходимо Остальное не тронь Заходишь в лес Бери только те грибы Которые тебе нужны Остальные не трогай В сказке Аладину Про Аладина Волшебник ему говорил Зайдешь в пещеру Бери только лампу Остальное не трогай Ивану Царевичу Волк сказал Возьми только жарптицу Клетку не трогай То есть нужно научиться В этой жизни Брать только те образы Которые вам нужны Которые вам полезны И которые вам необходимы Все остальное Научитесь не брать Душой Я имею ввиду То есть образы Отпускайте сразу же Не берите чужие образы Потому что Набравшись чужих образов Вовнутрь Вы Превращаетесь В заложника Так же как Иван Царевич Который взял клетку И сразу же попал В рабство к царю Афрон Да, к жизни это привяжем К примеру Человеку необходимо Получить какую-то Денежную сумму На какое-то благое дело Ну, к примеру Что-то он решил Доброе сделать людям И не хватает денег Вот он приходит К богатому человеку Вот как Иван Царевич Попал в это Чужое царство Да, зашел А там в золоте Все Вот и так далее Вот он идет К богатому человеку попал Идет по его хоромам Ой, и бассейн тут у него есть Ой, и автомобиль какой дорогой Ой, и комната И туалет золотой Ну вообще Ой, какой потолок Какая люстра Вот он идет Смотрит Вот давай-то разберем А пришел-то за деньгами За небольшой суммой На помощь А смотрит И зарится на все Завидует Вот давай рассмотрим Этот вариант Как здесь быть Правильно То есть он приходит А его подсознание Нужно учитывать Что подсознание Всегда стремится к росту Все зависит от того К чему человек стремится Если он проходит Этапы материального восстановления То подсознание Всегда будет смотреть На тех Кто богаче Если человек проходит Этапы духовного взросления Он всегда будет смотреть На тех Кто сильнее Крепче духом Если он проходит Этапы душевного восстановления Он всегда будет смотреть На тех У кого шире душа У кого Душевные качества Лучше И соответственно Подсознание Его будет действовать Точно так же Поэтому Когда человек Приходит К Выше К более обеспеченному Его подсознание Так или иначе Начинает восхищаться Всем Что видит вокруг То есть Начинает набирать Чужие образы Ведь он пришел Только за деньгами Поэтому и нужно было Просить только деньги Но не восхищаться Всем остальным Не трогать Картины Не трогать Машины Бассейн Ну посмотрел Оценил Да Внутренне Что Это красиво Но нет Вот этого Вот восхищения Внутреннего Когда Ой как хорошо Потому что Именно в момент Яркого восхищения Происходит Воровство Образов И конечно же Когда он Дойдет До Самого Скажем так Человека У которого Он хотел попросить Инвестиции Современным языком Скажем Да Или какой-то Заем Или благотворительность То уже Денег он Не получит Потому что Он уже Набрал у него Столько Образов Его Подсознание Наворовало И самое главное Что эти образы Не принесут ему Пользы Он их захватил И он Его подсознание Будет стремиться К этому Желать Этого А нужно ли Ему Это все Сможет ли Он этим всем Управлять И очень часто Происходит Таким образом Что подсознание Человека Захватывает Богатство А душа Не выдерживает Она не может Все Всем этим управлять У нее не хватает На это все сил И богатые Начинают плакать Когда у них Начинается депрессия Когда они Начинают терять Своих детей Потому что За все в жизни Нужно платить Чем больше ты берешь Тем больше Придется отдавать И вот здесь Как раз Очень важно Знать Сколько Ваше подсознание Взяло Чтобы оно не взяло Больше Чем вы можете И чем вам нужно Вообще в этой жизни Потому что Расплачиваться Придется Семьей Детьми Здоровьем И самой жизнью Ну вот как раз Слово восхищение Прозвучало И восторг Еще есть такое слово И вот мы как раз С тобой до передачи Общались Восторг Восхищение Казалось бы У нас сейчас люди Ой как здорово Восторгаюсь Восхищаюсь И так далее Но ведь В словах-то Скрыта Суть Восхищение Восхищение Брать на какое-то Денег взял Вышел на улицу По башке Получил От какого-то Бандюги проходящего Там или пропойца Или наркоша Какого-нибудь И эти деньги У него Также похитили И что получилось Вообще ничего Поэтому никогда Не восхищайтесь Чем-то Вот когда вы Куда-то идете Восхищайтесь только тем Что вам по сердцу Вам по вашим плечам По вашей силе То что вы можете взять Ну зачем вам нужен Золотой унитаз Зачем вам нужен Бентли Может быть у вас Совсем другой путь Это восхищение Ничему хорошему Вас не приведет Добра не даст Вы восторгаетесь Значит вы Если восторгаетесь Вы должны устроить торг Тоже просто так Восторгаться Наверное смысла нет Если восторгаетесь Значит вы торгуете А чем вы можете торговать Вы пришли к человеку У которого Есть много чего Из-за того Что вам нужно Или может быть Чего у вас нет И тогда Если человек разумный То наверное Он смотрит А что взамен Я могу дать Ну хорошо Деньги взял Деньги я обратно верну А помимо этого Если я восторгаюсь Чем-то Я же должен сейчас Это что-то компенсировать И вот тогда Если у вас есть Сила любви Какая-то энергия Которой этот человек Не владеет Он может быть богат Но при этом несчастный Вот вы просто С ним делитесь Вот этой любовью И он расцветает На ваших глазах Он понимает Что не в качестве Счастья Не в том Золоте Которое он накопил А в том Что вы Как дорогой гость Пришли в его дом И вот тогда Да Восторгайтесь Пожалуйста Вы взамен ему Что-то отдадите А когда вы Вы восторгаетесь Но при этом Эти образы Внутри вас Вы Восхищаетесь Вы похищаете Образы То есть Вот найдите Это понятие Найдите чувство Чтобы не попадать В кабалу Не попадать В неприятные ситуации Значит Когда Афрон Разгневался И спросил Чей ты сын Откуда Он говорит Я царь Аберинди И тот его пристудил Срам какой Царский сын Пошел воровать Но тот рассказал ситуацию Про жаркицу Говорит тогда ему Царь Ну ладно Дам я тебе клетку Дам я тебе Жарптицу Уважу твоего отца Аберинди Но ты мне приведешь Золотогривого коня Который у царя Кусмана Кусмана Находится Ничего лучшего Не нашел Как просто Опять же На сером волке Туда дойти И серый волк Ему объяснил Что сейчас все спят Полезай Та же самая ситуация Бери коня Да смотри Уздечку Не трогай Иван царевич Перелез в крепость Там все стража Спали Зашел в конюшню Поймал коня Золотогривого Да позарился На уздечку Она с золотом Дорогими камнями Убрана В ней Золотогривому коню Только и гулять Иван царевич Дотронулся до уздечки Пошел звук По всей крепости Трубы затрубили Барабаны забили Сторожа проснулись Схватили Иван царевича И повели К царю Кусманну И тот требует Елену Прекрасную Взамен Вместо коня И говорит Подарю тогда тебе Золотогривого коня И уздечку И вот дальше Что интересно То есть мы видим Что натыкается Второй раз на грабли А волк-то у нас Непростой Как известно Говорящий Да еще и перескакивает Через леса Да еще и через реки И через поля И он тогда говорит Ну пожурил конечно его И говорит Ладно Схожу я Вместо тебя К Далмату царю Где гуляет Его прекрасная Елена С матушками-няньками А ты ступай Обратно путем Дорогой Я тебя скоро Нагоню Иван царевич Пошел обратно Путем дорогой А серый волк Перемахнул через стену Да в сад Засел за куст И глядит Елена прекрасная Вышла со своими Мамушками-нянюшками Гуляла-гуляла И только приотстала От мамушек И нянюшек Серый волк Хватил Елену прекрасную Перекинул через спину И наутек Иван царевич Идет путем дороги Вдруг настигает его Серый волк И на нем сидит Елена прекрасная Ну и так далее Там еще будет интересный момент Тоже к этой сказке Мы вернемся И вот смотри Что здесь получается Два раза он На грабле наткнулся А серый волк Его в данном случае Выручает Как ты думаешь Почему именно До третьего раза Серый волк Не допускает Ну я не знаю Вот почему До третьего раза Не допускает Вот почему Волк на это соглашается Потому что Все-таки Иван царевич У него не было Привязанности к коню К примеру Не было захвата Он его легко отпустил Взамен получил Еще более Крутого коня Так сказать Серого волка Который обладал Гораздо большими Возможностями Нежели конь То есть Здесь могу сказать Что когда вы Добровольно Отпускаете образ Вы уже управляете И вы можете Отпустить этот образ Взамен получить Еще более Лучший И более качественный И это будет происходить До тех пор Пока вы Это все Держите Всегда под контролем И не захватывайте Никогда Образы Потому что Поднимаясь По любой лестнице Духовной Материальной Душевной Какой угодно Одной рукой Вы хватаетесь За верхнюю Перекладину А вторую Руку Нужно Отпустить Поэтому Образы Уходящие Отпускайте Всегда С радостью Не сожалея Об этом И тогда Вы будете Постоянно Двигаться В любом Направлении Но как только Вы О чем-то Пожалеете И перестанете Отпускать Образы Уходящие Вы зависнете Между Двумя Перекладинами Вот Иван Царевич Не завис Он пошел Дальше И в итоге Он получил Все Но Когда он Все получил Ему нужно было Еще кое-что Сделать Ему нужно было Переродиться Потому что В том качестве Он был Во-первых Холостой И не обладал Всеми этими Дарами И в итоге Он ведь погибает Не торопись Дойдем Мы дойдем до этого Ты пока Без братьев Пока Что? Ну ему нужно было Переродиться Давай так Раз И линию Пока проведем И вот Смотри Что интересно Дальше происходит Нашим радиослушателям Рассказываем Значит Серый волк Решил его дальше Вручать Потому что Иван царевич Все-таки Какая-то жалость В нем проявляется К тому Что он Елену прекрасную Получил Она настолько Красивая Настолько Замечательная И он думает Ну как же Ну как же я ее Старому Царю Отдам Серый волк Опять идет Навстречу Хорошо Я заменю Он превратился В Елену Прекрасную Пристал Пред царем Только царь Захотел С ней В опочивальне Уйти А он раз И волка Превратился Царь Естественно Кондратья Чуть не схватил Волк убежал Приходят Они к другому царю Конь И Елена При нем Прекрасная И опять Он говорит Ну как же Я от коня Такого-то Золотогревого Отдам Ну и так далее Волк говорит Хорошо Я в этот раз Тебе помогу Превратился Он в коня Пришел К этому царю Царь только Хотел на него сесть А тот волк Превратился Ну царь Аналогичная ситуация Тоже его откачивали Потом И вот они Значит Идут дальше По лесу И говорит Волк царевичу Теперь прощай Мне дальше Идти нельзя Иван царевич Слез с коня И три раза Поклонился До земли С уважением Отблагодарил Серого волка Но вопрос Отблагодарил ли Давайте дальше Разберемся А тот и говорит Не навек Прощайся со мной Я тебе еще Пригожусь Иван царевич думает Куда ж ты еще Пригодишься Все желания Мои исполнены Сел на Золотогревого коня И опять Они поехали С Еленой Прекрасной И жароптицей Доехал он До своих краев Вздумалось Ему пополнивать Было у него С собой немного Хлебушка И они поели Ключевой воды Попили И легли отдыхать Только Иван царевич Заснул Наезжают на него Его братья Вот видите Как все сходится Гуляли-гуляли В разных сторонах А вот к месту Когда подошли Чуть-чуть осталось Вдруг братья и появились Ездили они по другим землям Искали жароптицу Вернулись с пустыми руками Наехали и видят Иван царевич Все о добытых Взговорились они Дай убьем брата Добыча вся будет наша Решились И убили Иван царевич И сели на Золотогревого коня Взяли жароптицу Посадили на коня Елену Прекрасную И устрашили ее Дома не сказывай ничего Лежит Иван царевич Мертвый Над ним уж вороны летают Не вороны А именно вороны Откуда ни возьмись Прибежал серый волк И схватил ворона С вороненком Ты лети-ка ворон За живой и мертвой водой Принесешь мне Живой и мертвой воды Тогда отпущу Твоего вороненка Ворон делать нечего Полетел А волк держит его вороненка Долго ли летал Коротко ли Принес он живой и мертвой воды Серый волк Спрыснул мертвой водой Ран Иван царевич Рану зажили Спрыснул его живой водой Иван царевич уважил Ох, крепко же я спал Крепко ты спал Говорит серый волк Как бы ни я Совсем бы не проснулся Родные братья тебя убили И всю добычу твою везли Садись на меня скорей И поскакали они в погоне Настигли обоих братьев Ну вот давай разберем этот эпизод Насчет перерождения Насчет ворона Насчет того Почему опять серый волк появился Ему же нельзя было идти Вот почему нельзя было Давай как-то рассмотрим Какие есть варианты? Ну во-первых Ему действительно Нельзя было в мир людей Потому что Иван царевич Это сам пришел к камню Вот А камень-то был необычный Это уже переход в другое состояние Вот В другой мир Соответственно Здесь уже Я бы сказал Немножко другие образы Идут Которые к нынешней теме К образованию Наверное не совсем относятся Вот И поэтому Ворон Мы всегда знаем Что именно ворон Это Птица Смерти Вернее как Птица перехода В другой мир То есть это говорит о том Что он уже действительно готовился Вот Опять же Серый волк Здесь персонаж Такой Который стоит Между мирами Вот И насколько мы знаем У нас Волк Какой бог Из наших богов Ходит с волком Велес Прежде всего Велес Это Который стоит между мирами И который как раз И ведает миром Яви Миром Нави То есть природой И социумом Вот И Иван Царевич Вошел На территорию Природных сил Природные силы Ему помогли В лице волка И потом Выходя обратно Они ему сказали Что ты выходи Из нас Там из леса Например Да Там уже Не наши законы действуют Вот А человеческие Это Один момент Но все равно Волк Еще к нему вернулся Потому что Треба была Дорогая Это конь А волк Опять же По закону Вселенского соответствия То есть Сколько получил Столько нужно и отдать И вот эта вся его помощь Это все было В счет того Что он съел В свое время коня Опять же Посмотрите Съел он коня У Ивана Царевича И попал В службу К Ивану Царевичу Поэтому здесь тоже Очень важно понимать У кого вы И чего берете Чтобы не попасть Опять же Вот в такие В такое положение В такую зависимость Вот Но что касается Перерождения То Ну у нас есть И обряд такой И раньше была Такая инициация Она конечно К этой теме Немножко не относится Но все равно То есть Человеку необходимо Переродиться То есть Был холостой Иван Который не имел Ни жены Ни коня Ни государства А переродившись Он получил И коня И жену И отец ему И свое царство Государство Наследовал То есть Перерождение Совсем В другом В другом качестве Да Сказка Ложда Не намек Кто познает Тем урок Но есть же Еще и другая сказка С перерождением Мы с нее начинали Наверное Ей и надо Закончить Помните Чем заканчивается Сказка Про конька Горбунка Во-первых Как и Про Иван Царевич Серый волк Также про сказку Конек Горбунов Можно сказать Следующее Главный персонаж Проходит Кстати тоже Иванушка Проходит В стадии Обучения Он отправляется В долгий путь Причем Путь не по своей воле Его направляют туда Направляют в услужение В одном случае Батюшка Высказал желание И он не мог отказаться Потому что он любящий сын А в другом случае Потому что Нужда заставила Он сам попал В царскую службу Думая Что будет там жить хорошо А ему Значит там Стали козни творить И в конечном итоге По навету Он попал в опалу Ему пришлось следовать Доставать И то и другое Треть То жар птицу То еще что То еще что В конечном итоге Значит он достал Царь девицу То есть Некий путь Необходим был пройти Взросление Понимание Пройти Какие-то свои ошибки И рядом смотри И в том и в другом случае Был наставник В одном случае Пограничник Серый волк Да Который Велесов слуга Велесов помощник А может быть В чем-то и сам Велес Велес же мог перерождаться Да Который говорит Вот я тебе покажу Но ты вот это не делай Я тебе расскажу Но ты вот это не делай Ах Иванушка Не смог Ну ладно Выручь тебя Потому что тебе нужно стать мужчиной Потому что род тебе нужно продолжить Потому что отцу надо помочь За тебя я-то сделал работу А ты смотри Но смотри Потом ты все равно заплатишь И расплата-то была страшная Смерть казалась бы Да Но смерть оказалась перерождением То есть он явился новым человеком И вот это может быть Там находясь в смерти У Велеса в гостях Может быть он что-то еще И на том уровне прошел Ведь царствовать Это непростое дело И поэтому ему нужно было Посетить мир мертвых И может быть даже С Велесом там встретиться Волк его возвращает И то же самое В коньке-горбунке происходит Он проходит инициацию У него рядом В путешествиях Находится мудрец Который помогает ему Перескакивать так же Через леса Через горы Через моря Даже к солнцу в гости К месяцу ходить в гости Помогает ему рассказывать Что делать Что не делать Этот более успешно слушает Кроме одного Почему вся эта Заворачивается Эта история Он не послушался Взял пирожа птицы Да И чем заканчивается Было три котла И надо было в них искупаться Иванушка просит Чтобы позвали конька И говорит Говорит Иван Не можно ли Ваша милость Приказать Горбунка ко мне послать Я впоследствии С ним простился Царь подумав Согласился И изволил Приказать Горбунка К нему послать Тут слуга конька Приводит И к сторонке Сам отходит Вот конек Хвостом махнул В те котлы Мордой макнул На Ивана Дважды прыснул Громким посвистом Присвистнул На конька Иван взглянул И в котел То часто нырнул Тут с другой Там в третий тоже И такой он стал Пригожий Что ни в сказке Не сказать Ни пером Не описать Вот он в платье Нарядился Царь-девица Поклонился Осмотрелся Подбочась С важным видом Будто князь Экадиво Все кричали Мы и слыхом Не слыхали Что бы Льзя похорошеть Царь велел Себя раздеть Два раза Перекрестился В бух котел И там Сварился Царь-девица Тут встает Знак К молчанию Подает Покрывало Поднимает И к прислужникам Вещает Царь велел Вам долго Жить Я хочу Царицей быть Любль Вам Отвечайте Если Люба Признавайте Люба-люба Все кричат За тебя Хоть самый ад Твоего Ради талана Призовем Царя Ивана Царь-царицу Тут берет Церковь Божию Ведет И с невестой Молодою Он обходит Круг Налою Свадьбы И так далее В общем Что получается Царь Который был Самодур Который постоянно Следовал указаниям Царедворцев Себя считая Управленцем В конечном итоге Сварился Вот эти котлы Перехода Из одного мира В другой Одному Помогли стать Молодцем Добрым Красавцем Царем Мудрым Человеком А другому Потерять все Вот давай эту ситуацию Разберем Наверное Чтобы уже Со сказками Как-то разобраться С образованием Ну смотри Начнем мы С самого начала Этой сказки Дело в том Что Иванушка Несмотря на то Что умом был Недалек Был очень чист Серден И когда Его отец попросил Смотреть Сад Он его Действительно Смотрел Если братья Его где-то спали Там Кто у соседки Кто насиновали Он честно Пошел Несмотря на Свой страх И холод Он Честно Пошел И исполнил Наказание Отца И с этого Все и началось Во-первых То что он Исполнил А во-вторых Нужно было Обладать Недружинной силой Чтобы эту Жеребицу Которая Прискакала Туда Объездить Удержаться На ней То есть Он эту силу Получил И он Ее Удержал То есть Это говорит о том Что вот Когда я говорил вам Про образы Когда вы покупаете Новую машину Вы на ней Катаетесь так Чтобы вам было Хорошо И не хотелось Никому О ней рассказывать Вот здесь То же самое Иванушка Объездил Получил Эту силу И он Ведь никому Не рассказывал Он взамен Получил Силищу Двух Трех Лошадей Да еще и Конька И его Не перло От этого Потому что Он не захватил Их образы Он их Любил По настоящему То есть Поток силы Шел От него К ним К нему К этим лошадям К коньку Горбунку То есть И проходя Все испытания Он не захватывал Перстни Не захватывал Царицу Он не захватывал Богатства С которыми Жар птицу Он ко всему Относился Ровно и спокойно И в итоге Он это все Приобрел себе А царь все Нахапал Хапал Все хватал Хватал И в итоге Опять же погиб Вот Эта сказка Прямо вот Наглядно Рассказывает все От начала до конца Как нужно уметь Управлять образом Что нужно брать Что не брать И если брать То как нужно себя чувствовать Когда ты взял Замечательно У нас получился эфир Конечно Сказок у нас много Которые можно разбирать Я думаю Что в них Несмотря на какую-то Первичную Казалось бы Дурость Да тот же самый Иван Когда его описывают Но третий Вовсе был дурак Да То есть И в общем-то Не собирался он Сперва идти И караулись Его там уговаривал Отец Как говорит Послушай Побегай до зор Ванюша Я куплю тебе лубков Дам гороху и бобов Тут Иван С печи слезает Малахай свой надевает Хлеб за пазух Кладет Караул держать Идет Но при этом Поле все Иван Обходит О чем ты говорил Озираючись кругом И садится под кустом Звезды на небе Считает До краюху Уплетает Вдруг по полночку Он заржал И так далее То есть Казалось бы Дурашливость Да такая Там Его Надо младшему Сбираться Он усом не ведет На печи Углуб Поет С всей дурацкой мощи Распределить Он не пошел То есть У него была Знаешь Такая-то Стержень Такой Не надо Меня пинать Я и сам Сусан Ты правильно Сказал Что когда Он держался За хвост В общем-то Надо было На такой Кобылице Кобылица Подбегает За волнистый Хвост Хватает И прыгнул К ней на хребет Только зад Наперед Кобылица Молодая Очью бешено Сверкая Змеем Голову свела И пустилась Как стрела Вьется Кругом На полями Виснет Пластину Дорвами Мчится Скоком По горам Ходит Дыбом По лесам Хочет Силой Аля Обманом Лишь бы Справиться С Иваном Но Иван И сам Не прост Крепко Держится За хвост Вот какая Здесь нужна Сила Чтобы удержать Кобылицу Которая Вот так Чуть до звезд Не допрыгивает Это что-то Очень Такое В нем Было заложено Потому И вот этот Конек Горбунок В помощь ему Попался Чтобы раскрыть Это все В нужную сторону Вот кстати По одной Из традиций Раньше Когда проходили Именно речения Чада Начинали они Проходить С 5 лет В 5 лет Потом в 7 лет И в 12 И мальчику Необходимо было После наречения После того Как он получал Или говорил Свои имена Чтобы понять Силу Почувствовать Ему необходимо Было всю ночь Скакать на коне Без седла И вот он Именно речения Считался Что он прошел Именно речения Если он Приезжал на коне На заре И конь был Весь в мыле То есть было видно Что он действительно Не спал под кустом А всю ночь На нем скакал Вот и опять же Перекликается С той же сказкой То есть в сказке Все Все заложено И человек Единственное Что он начинает понимать Он понимает сказку На каждом уровне То есть чем он взрослее Тем больше Открывается В сказках мудрость И даже для малого Сказка Да что то свое И даже для старого Сказка Да что то свое В зависимости от того Что вы в этой жизни Должны получить Какой урок в этой жизни Должны пройти Вот такая сказка Вам будет в помощь Ну что ж В заключение Давай по традиции Что либо пожелаем Нашим радиослушателям Исходя из той темы Которая у нас Заявлено Образование Через сказочные образы Ну я прежде всего Хочу пожелать Всем радиослушателям Научиться управлять Этими образами Брать только то Что вам нужно И необходимо Уметь за них Расплачиваться И не брать то Что вам не нужно Чтобы не становиться Их рабами Вот так Вкратце Заключение Наверное здесь можно Процитировать Опять же Петра Ершова Конем-Горбунок Во дворце же Пир горой Вина льются там рекой За дубовыми столами Пьют боярец Со князьями Сердцу Люба Я там был Мед, вино И пиво пил По усам хоть и бежала В рот Ни капли Не попала Вот чего вам и желаю Чтобы вся вот эта Дрянь Которая доволит Людей для сумасшествия В рот Ни капли вам Не попадет И в эти праздники И в те которые Будут дальше Если бояре Да князья Потеряли голову Ну что ж Пускай они Тешат себя Вот этим А вы все таки Как человек Здравомыслящий В рот Ни капли Не берите Будете здоровыми Будете счастливыми Будете хозяевами Своей жизни Итак напоминаю Мы сегодня общались С Дериславом На тему Помощь в жизни Образование Через сказочные Образы Вот такой у нас Интересный Расклад получился Возьмете ли вы Что-то из наших Вот этих образов Сказочных Или не возьмете Это уж решать вам Как бы то ни было Прощаюсь с вами Желаю вам всего Самого-самого доброго До новых встреч Друзья мои Услышимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Народная Славянская радио Все нужно Все важно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова